Никто сегодня в России ни разу не пытался говорить с населением так, как, наверное, было бы честно. Кто-то должен выйти перед населением и сказать, вам все обещают, как сделают лучше, а я вам обещаю, как я сделаю хуже. Вы будете очень много работать и намного хуже жить в ближайшие 10-15-20 лет, и ближайшее поколение не увидит хорошей жизни, потому что последние 100 лет мы свою жизнь портили. Мы допортились ее до предела, у нас нет нормального производства, мы не конкурентоспособны, однами смеются во всем мире. Мы не хотим и не умеем работать, мы хотим быть охранниками и сидеть в Газпроме. У нас 50% населения хочет, чтобы дети работали в силовых структурах, это чудовищный позор для нации. И исправить это мы сможем только через катарсис, а катарсис будет вот так выглядеть. 12 часов рабочего дня, низкая зарплата, много производить, валяться в ногах у иностранцев, просить, чтобы привезли технологии, поставили заводы, предприятия и ерунди, и как-то мы, наверное, если нам помогут с запада и с востока, через некоторое время выплывем, потому что, в общем, никто, конечно, не хочет того, чтобы страна погибла, никто не хочет ни миллионов беженцев с территории России, ни внутренней войны, не захватывать эти бессмысленные промерзшие вечной мерзлотой территории и ресурсы. Вот такого никто никогда не говорил. А поскольку такого никто никогда не говорит, и даже современные лидеры оппозиции считают своим долгом рассказывать сказку о том, как надо все отнять, поделить, и опять все станет хорошо, эта сказка ничем не отличается от сказки любого другого лидера сегодня, включая президента России. Он тоже же говорит, вот сейчас коррупцию победим, у всех все отнимем и заживем. Субтитры создавал DimaTorzok